На телеканале Юганск новости. Здравствуйте! В студии Инна Новикова и коротко о главных темах выпуска. Пока они живы. Волонтеры пятой школы издали книгу, в которую вошли реальные истории нефтеюганских ветеранов. Не искушать судьбу. Медики приглашают на вакцинацию от клещевого энцефалита, чтобы не повторилась прошлогодняя ситуация. Поздравляют губернатор и даже президент. Марии Калиновне Савастеевой сегодня исполнилось 95. Ученики пятой школы сегодня получили тираж своей книги «Пока они живы». В нее вошли 18 реальных историй о тружениках тыла и узниках концлагерей, которые живут сейчас в Нефтеюганске. Материалы ребята собирали сами, а вот напечатать издание им помогли взрослые. На просьбу волонтеров откликнулся депутат городской думы Олег Газизов. К доброй инициативе подключились также ветераны России и сотрудники типографии. По словам волонтеров, общение со старшим поколением, рассказы о трудностях, о том, как люди выживали, произвели неизгладимое впечатление. В проекте «Пока они живы» принимали участие 12 волонтеров Победы. Евелина – одна из них. Интересно было с детства читать книги про Великую Отечественную войну, фильмы смотреть. И когда появилось движение «Волонтеры Победы», сразу появилось желание в этом как-то принимать участие. Люди ведь рассказывали эмоционально. Это все дети проживали, прочувствовали. И в конечном итоге потом изложили на бумаге. И сегодня, вот даже сейчас, вот прямо в кулуарах, я же слышу, о чем разговаривают дети. Они именно вспоминают каждую бабушку, каждого дедушку. Идея создания книги принадлежит Светлане Журавчак, методисту пятой школы. В основе лежат 18 историй о жизни тружеников тыла и узников концлагерей, жителей Нефтьюганска. О них много где не писали, ну и вообще практически не писали. В основном уже о ветеранах Великой Отечественной войны. А сейчас вот книга замечательная будет о тружениках тыла, пока они живы. Это такой исторический момент. Издание книги – это история нашего города, история нашей страны. Поэтому мы вот обратились к Борису и совместно этот момент проработали. Собранный материал редактировали бережно, старались сохранить индивидуальный стиль каждого рассказчика. Я заметила во всех историях, это то, что все бабушки, дедушки, несмотря на возраст, они на позитиве. Несмотря на то, что они пережили тяжелые времена, потери, голод, холод. Но вот этот вот позитив пронесли сквозь года. Вёрстка макета, цифровая печать, дизайн, бумага высокой плотности и белизны, печать тиража. Услуги типографии стоят нынче недешево, но этот проект в типографии воплощали для истории и для души. Когда мне позвонили по этому поводу и сказали, что ветеранов тыла собирают информацию, чтобы увековечить память. И тем более в период этой ситуации, которая происходит в стране, когда переписывают историю, для меня лично это было важно. Событие значимое, потому что оно проходит в рамках всероссийской акции «Я гражданин России». Город Нефтьюганск и его школьники, педагоги действительно вносят значительный вклад в развитие этой акции. В феврале-марте подводят итоги проектов. Вначале проходит муниципальный этап акции. Победитель участвует в региональном и всероссийском. Нефтьюганские школьники в финале ежегодно. Светлана Леонова, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск». Труженице тыла Марии Савастеевой сегодня исполнилось 95 лет. За спиной интересная, хотя и нелегкая жизнь. В 13 лет столкнулась с тяготами войны, а сейчас радуется общению с внуками и принимает поздравления со всей страны. Екатерина Балакина побывала у именинницы. «Выпьем за Родину нашу прибольную, выпьем и снова нальем». Больше половины своей жизни именинница провела в деревне Макаровка Новосибирской области. Когда пришла война, старших братьев забрали. Одного на фронт, другого на работы в шахты. А 13-летняя Мария вместе с другими подростками стала помогать взрослым. «Пахали и сеяли, и стаги мятали, и хлеб возили, и все. Мне было 13 лет. И такие все подростки все. Нас даже увозили дороги строить». Спустя два года ее назначили дояркой. Вместе с этим участвовала и в уборке хлеба. Урожай был хороший, однако самим жителям практически ничего не оставалось. Все отправлялось на фронт. «Картошку брали, только оставали меньше куриного яйца. А так все в армию брали. Мясо брали, яички брали, всю одежду брали. И мы вот тоже вязали, зимой вязали варежки такие вот с двум пальцем». После войны Мария Калиновна осталась в родной деревне, занималась сельскохозяйственными работами. Вышла замуж и родила пятерых детей. В 1980 году переехала в Нефтьюганск. Устроилась на работу и ходила в местный хор ветеранов. «Так я ходила, где кому нужна была, я помогала. А дворником пошла я в 1985 году работать. В шестое живу. Работала я хорошо. Держала первое место в живу». За время жизни в городе именинца со многими сдружилась. Даже сейчас продолжает общаться с многочисленными знакомыми, которые не забыли ее поздравить. Старожилы, волонтеры, представители администрации и городской думы, Центра социального обслуживания. Одно из поздравлений оказалось от президента страны. «Вы с честью прошли через горнила испытаний военного времени. Поднимали страну из руин. Содинали мощь и достоинство великой державы. Мы искренне благодарим, благодарны вам за ратный подвиг и трудовые свершения». «Желаю вам крепкого здоровья, активного долголетия и счастья. Так что активного долголетия. Достали, что у вас окружает тепло, любовь родных и близких». Самый неожиданный и приятный подарок именинца получила заранее. Десять дней назад у нее родился пятнадцатый правнук – Лев. Также у нее десять внуков и пятеро детей. Все регулярно созваниваются между собой и не оставляют Марию Калиновну без внимания. Екатерина Балакина, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск». С 1 марта югорчане смогут получить перерасчет за вывоз мусора, если их не было дома больше пяти дней. Об этом рассказали в Югорском расчетно-информационном центре. То, что человек какое-то время отсутствовал в квартире, необходимо подтвердить. Таким аргументом для перерасчета за вывоз мусора могут послужить билеты, посадочные талоны или счет из гостиницы, в которой вы проживали. Помимо этого, к заявлению нужно приложить паспорт и документ, подтверждающий право собственности на недвижимость. Все это нужно сделать либо до отъезда, либо не позднее 30 дней после возвращения. С приходом весны все больше жителей города желают поставить прививку от клещевого энцефалита. С начала года вакцинировались уже почти 2000 нефтеюганцев. Врачи рекомендуют позаботиться о своем здоровье заранее и не откладывать поход на прививку в долгий ящик. К пробуждению клещей стоит подготовиться заранее. Несмотря на то, что для вакцинации от клещевого энцефалита не существует определенных сроков, период конца зимы и начала весны – лучшее время для того, чтобы начать прививаться. У нас погода на севере разная. Может быть, минус 20 сегодня, завтра будет плюс 3. Очень быстро у нас природа просыпается. Зачем мы будем сидеть и ждать? Мы сделать должны все заранее. Соломку себе подстелить и потом не бояться. Во всяком случае, так сильно они боятся укусов клещей, как люди, которые не привиты. Более стойкий иммунитет к вирусу можно выработать, если строго следовать схеме. Поставить вакцину с разрывом в один месяц, затем ровно через год и далее каждые три года для обновления антител. Но прививка не является стопроцентной защитой от заболевания. Это уберегает от осложнений. Мы же сейчас говорим о осложнении. И всегда говорим, что вакцинация не избавляет нас от заболеваний. Ну, некоторые вакцинации, такие как полиомиелит, всё-таки это когда вырабатывает организм стабильный, стерильный и пожизненный иммунитет. Но не все инфекционные заболевания, они могут похвастаться тем, что такой иммунитет мы можем к ним сформировать. В случае укуса даже при наличии прививки следует показаться врачу. В прошлом году в Нефтьюганске было зафиксировано 650 укушенных. Среди них семеро перенесли энцефалит, а вакцинацию не проходили. Также зарегистрировано два случая болезни лайма. Помимо клещей в период потепления оживляются и грызуны, прививку от укусов которых тоже рекомендуется ставить заранее. Есть некие особенности, всё-таки это не всем жителям. Город делается, а людям, кто работает, работают в лесу, у кого есть контакт непосредственно, может быть контакт с грызунами, может быть контакт с лесными обитателями, которые являются переносчиками тулеремии. Привиться от тулеремии раз в пять лет может любой желающий, но для этого необходимо записаться на определённую дату, так как вакцинацию проводят исключительно коллективно. Также стоит отметить, что при желании в один день можно поставить несколько разных прививок. Как нам говорят Роспотребнадзор и наши главные эпидемиологи, о том, что мы можем делать одномоментно хоть сколько вакцин. Главное, чтобы мы понимали, каждую вакцину мы делаем в свою зону. Вот только зонами распределять. И если мы не сделали те вакцины, которые себе захотели, предположили, запланировали в один день, тогда интервал необходимо выдержать в 30-дневный срок. Не существует определённого сезона вакцинации и у некоторых респираторных заболеваний. Яркий пример последних лет – коронавирусная инфекция. Поэтому следует самостоятельно отслеживать сроки своих прививок. А в процедурном кабинете будут рады видеть всех не только в будние, но и в выходные, а также праздничные дни. Мария Пейль, Олег Елькин, телерадиокомпания «Юганск». 3 марта в Ханты-Мансийске откроется знаменитый международный кинофестиваль «Дух огня». Он будет идти 4 дня. Торжественная церемония открытия состоится в концертно-театральном центре «Югра-классик». А по красной дорожке пройдут Павел Лунгин, Юлия Пересельд, Сергей Гармаш и Анна Михалкова. История «Духа огня» началась в 2003 году. Идея сделать в столице Югры кинофестиваль принадлежала режиссеру Сергею Соловьеву. Округ ее поддержал. За 20 лет здесь побывали такие яркие звезды отечественного и зарубежного кино, как Олег Янковский, Ирина Алферова, Сергей Шакуров, Пьер Ришар и Мишель Берсье, Кристофер Ламберт. В этом году президентом фестиваля будет известный сербский кинорежиссер Эмир Кустурица. Программа включает фильмы российского и международного конкурса. Также пройдут мастер-классы для тех, кто делает в кино первые шаги. Одна из главных задач «Духа огня» – дать дорогу молодым югорским кинематографистам развивать этнокино, прокомментировала представитель окружного правительства Елена Шумакова. Представить свой обычный день без интернета сегодня уже невозможно. Если говорить о работе крупных предприятий или небольших компаний, то от стабильного соединения с интернетом зависит большинство бизнес-процессов. Продолжим тему в следующем сюжете на правах рекламы. Для организации рабочего процесса и комфорта клиентов каждой компании важно, чтобы все работало как часы. IP-телефония, электронные документы оборот, терминалы оплаты, видеонаблюдение и многое другое. Без надежного и стабильного интернет-соединения здесь не обойтись. В этом году провайдер «Метросеть» взял вектор на оказание услуг для юридических лиц. Теперь каждое предприятие может успешно решать свои задачи там, где требуется качественный интернет. Команда «Метросети» разработала целый комплекс услуг и сервиса, которые позволят любому предприятию успешно реализовывать свои бизнес-задачи. Это и высокоскоростная линия интернета с пропускной способностью до 1000 мегабит в секунду, и индивидуальное Wi-Fi-решение, предоставление статического IP-адреса, интерактивное телевидение, видеонаблюдение и облачное хранение данных. Также у нас успешно работает партнерская программа «Метростор». Для юридических лиц она будет полезна тем, что поможет продвигать свои услуги среди пользователей «Метросети». Так что если вашему бизнесу нужен не просто интернет, а индивидуальный и комплексный подход для стабильной и успешной работы, то провайдер «Метросеть» станет вашим надежным бизнес-партнером. Марк должен порадовать нефтеюганцев погодой. Завтра ожидается снегопад, дневная температура чуть ниже, чем сегодня, но будет достаточно тепло. Однако уже с 3-го числа начнется небольшое и непродолжительное похолодание. В субботу и воскресенье столбик термометра опустится ниже 10 градусов, ночью будет до минус 20. Однако уже в начале следующей недели вновь ожидается резкое потепление. В целом, март обещает быть довольно мягким. Максимальная дневная температура редко будет ниже 5-7 градусов мороза. Кроме того, прогнозируются обильные осадки. Это была последняя информация. Всего вам доброго. До встречи в эфире.